О главных событиях этой недели мы расскажем на Брянской губернии в студии Артём Сухоломкин. Здравствуйте! Главная тема минувшей недели – заседание Президиума Госсовета. Прошло оно под председательством президента России Владимира Путина. Участие в нём принял губернатор Брянской области Александр Богомаз. Площадкой стал Светлогорск Калининградской области. В состав Президиума Госсовета Александр Богомаз был включён в августе распоряжением главы государства и активно участвует в его работе. На этот раз в центре внимания сфера здравоохранения. Опыт нашего региона по привлечению молодых специалистов, работа предуниверсария Сеченовского меда, беспрецедентное обновление медицинского оборудования, современные сосудистые центры, созданные в регионе. Действующие у нас программы вызвали неподдельный интерес не только у всех федеральных СМИ. Практики Брянской области от здравоохранения брали на вооружение руководители ведущих областей ЦФО столичного региона Крыма. Все подробности в нашем материале. Предварил Президиум Госсовета семинар-совещание. В работе секции активное участие принял Александр Богомаз, глава Брянщины в команде сильных лидеров и самых авторитетных губернаторов нашей страны. В активном обсуждении актуальных вопросов реализации нацпроекта здравоохранения с главой Брянщины участвовали полномочный представитель президентов ЦФО Игорь Щеголев, губернатор Московской области Андрей Воробьёв, возглавляющий Белгородчину Евгений Савченко, временно исполняющий обязанности главы Севастополя Михаил Развожаев. Передовой опыт Брянской области, который неоднократно оценивался на федеральном уровне, вызвал живой интерес у участников встречи и ведущих российских СМИ. То, что сегодня администрация президента приняла такой формат общения, когда происходит не заседание президентского совета, а именно расширенное, то есть порядка сегодня 49 губернаторов принимают участие в данном мероприятии. Это, во-первых, даёт возможность услышать разные регионы, а наша страна, она, можно сказать, необычная, то есть у нас есть регионы, где можно уместить всю Европу, а есть регионы, такие как Брянск, где там площадь 3 миллиона гектар, а есть там, где у нас 50 и более. И, конечно же, у нас у каждого разные проблемы. И вот эти проблемы, когда мы их обсуждаем, когда мы ставим вопросы, то есть что у маленького региона, у среднего региона, у большого региона, понятно, что в Москве одни проблемы, в Санкт-Петербурге вторые проблемы, на Камчатке они третьи, в центральном регионе они тоже проблемы, но и другие. И вот эти разные проблемы мы сводим в одну общую составляющую, когда на основании всех вопросов и проблем мы принимаем решение, то, что сегодня нужно сделать в данном направлении, но сегодня это медицина. Брянский губернатор Александр Богомас поделился с коллегами опытом региона в сфере здравоохранения. Больницы и поликлиники области оснащают самым современным высокотехнологичным оборудованием. В прошлом году на эти цели было выделено больше 500 миллионов рублей. В регионе полностью обновлен автопарк автомобилей скорой помощи. За последние четыре года приобретено 239 автомобилей, причем большая часть за счет средств регионального бюджета. Рассказал Александр Богомас и о беспрецедентных мерах поддержки молодых специалистов. Брянская область первая в стране приняла программу по обеспечению врачей жильем. Из областного бюджета на эти цели выделен 1 миллиард рублей на три года. Благодаря программе в Брянской области в 2018 и 2019 годах уже приобретено 149 квартир. До конца года жилье получат еще 80 врачей. Такие меры оказались довольно эффективными. В регион приезжают высококвалифицированные специалисты из разных точек нашей страны и даже зарубежья. В рамках реализации национального проекта в регионе проводится масштабная работа по подготовке медицинских кадров со школьной скамьи. В этом году в области открылся один из первых в стране предуниверсариев. В уникальном учебном заведении готовят к поступлению в первый московский сеченовский мед. Реализация целого комплекса мер позволит решить задачу кадрового дефицита в медицинских учреждениях региона. В Брянской области мы выполняем те задачи, которые ставит президент. Это по обеспечению жильем медицинских работников и привлечению молодых кадров в Брянскую область. Мы приняли программу еще в прошлом году. В прошлом году мы закупили 42 квартиры. В этом году уже более 150. По году будет более 200 квартир. Это для молодых специалистов, которые приезжают в Брянскую область и которые будут обеспечены жильем. Им будет оно отдано управление. Через 10 лет они могут его приватизировать. Но и также мы сегодня, у нас есть соглашение сеченскому мед, где 300 человек. Первый год мы его открыли в этом году. Они поступают, 10-классники. Они обучаются два года. Наши учителя их обучают. И пусть приезжают профессора сеченского мед, преподаватели. И потом, после окончания предуниверсариума, молодой человек имеет преимущество 10 баллов, поступает в лучшую страну. После обучения приходит на работу в Брянскую область, при этом получает новую квартиру. То есть мы считаем, что так мы сумеем закрепить кадры на территории Брянской области. День второй. Перед началом работы госсовета президент встретился с представителями общественности. Владимир Путин отметил, что люди должны почувствовать изменения качества медицинского обслуживания. Поднимались вопросы, связанные с проблемами здравоохранения, которые больше всего волнуют людей. Среди них развитие первичного здравоохранения, профилактика абортов, сложности, которые возникают при проведении медико-санитарной экспертизы, палеотивная медпомощь. В Брянской области ведется серьезная работа по этому направлению. В районах области открываются центры палеотивной помощи населению. В регионе реализуется проект «Школа сестринского ухода в детской палеотивной медицине», на который выделен президентский грант 458 тысяч рублей. Обучение прошли медперсонал, социальные работники, педагоги, родители и родственники. Руководство региона делало и делает очень многое для развития палеотивной помощи. В Брянской области работают 36 кабинетов палеотивной медпомощи. На базе областного онкодиспансера функционирует кабинет противоболевой терапии. Больше 7 тысяч пациентов в амбулаториях получили палеотивную помощь. Обслуживание ведется и в стационаре. Современные отделения созданы на базе Выгонической ЦРБ, Сельцовской городской больницы, Климовской, Новозыпковской, Навлинской, Стародубской ЦРБ, а также в Карачевском специализированном доме ребенка. За последние три года на развитие палеотивной медицинской помощи в Брянской области из областного бюджета направлен 71,5 миллион рублей. На оказание палеотивной медицинской помощи в амбулаторных и стационарных условиях направлено почти 58 миллионов. Кроме того, в этом году Брянской области предоставлено субсидии из федерального бюджета на развитие палеотивной помощи. Она превышает 56 миллионов. Основными направлениями развития палеотивной помощи в Брянской области являются увеличение специализированных коек для детей на базе Брянской детской областной больницы и выездных патронажных бригад. Налажен в регионе и конструктивный диалог с общественными организациями, которые поддерживают детей и их родителей. Совсем недавно на встрече губернатора с представителями благотворительного фонда «Ванечка» обсуждались насущные вопросы и проблемы благотворителей. Одна из просьб, озвученных Александру Богомазу, приобрести автобус для подопечных центра. В кратчайшие сроки этот вопрос был решен. Уже в ходе работы Президиума Госсовета, его участники, в числе которых и губернатор Брянщины Александр Богомаз, продолжили обсуждать задачи регионов в сфере здравоохранения. Глава государства обозначает вектор – доступность первичного звена. Первичное звено, по сути своей, самое близкое к людям, крайне важное для них. Большинство претензий граждан справедливы и обоснованы. И в случаях, когда мало что меняется к лучшему, это становится особенно очевидным. И когда местные власти с известным рвением берутся за оптимизацию и часто делают это схематично, усложняют доступ к медицинской помощи. Это только усугубляет ситуацию. Для финансирования мер по модернизации первичной звена на три года, начиная с 2020-го, предусмотрено 150 миллиардов рублей дополнительных средств по 50 миллиардов в год. Добавлю, что эта сумма оценивается пока как достаточная для начального периода модернизации во втором полугодии 2020 года. Считаю, что после проведения экспертизы региональных программ объем ассигнования может быть и скорректирован. В рабочей группе вместе с губернатором Брянской области вопросы развития здравоохранения в регионах рассматривали полномочный представитель президентов ЦФО Игорь Щеголев, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Белгородской области Евгений Савченко, первый заместитель министра здравоохранения Татьяна Яковлева. Обсуждая итоги госсовета и принятых на нем решений, эксперты единодушны. Определился кандидат в губернатор Брянской области. Очевидно, что в следующем, в 2020 году на выборах губернатора, Кремль поддержит действующего главу региона Александра Богомаза. По мнению аналитиков четкий сигнал был подан на прошедшем в Калининграде госсовете, который обсудил вопросы медицины. Именно брянский лидер был одним из четырех главсубъектов, давших интервью всем федеральным телеканалам и информагентствам. Напомню, всего в заседании приняли участие 49 губернаторов. Александр Богомаз озвучил ведущим российским СМИ шаги региона по модернизации системы здравоохранения, реализации профильного нацпроекта и поделился опытом Брянской области. Кроме того, эксперты обратили внимание на то, что Богомаза включили в состав президиума в августе 2019 года распоряжением Владимира Путина. Такие назначения тоже нельзя считать случайными накануне выборов. И вот буквально после дам госсовета наши корреспонденты подготовили серию репортажей о том, как реализуются на Брянщине основные направления нацпроекта здравоохранения. В сегодняшней итоговой программе первый материал. Сейчас мы заходим в пультовое управление высокоэнергетическим линейным ускорителем. Здесь еще остались демонтированные детали от него. Дальше по извилистому коридору, для которого есть отдельный термин – улитка. Доходим до каньона – специального помещения, где разместится новое лучевое оборудование. Вот здесь где-то из-за центра, куда пучок светит. И он вращается вокруг вот такой воображаемой линии. То есть он светит в ту стену, в эту стену, в крышу и в пол. То есть вот так вот где-то идет эта окружность. И вот эти вот стены в совокупности 2,8 метра бетона. Такая железобетонная коробка должна обеспечить мощную радиационную защиту. Остатки корпуса прежнего линейного ускорителя вынесут одновременно с прибытием нового, самого ценного, как считают врачи, приобретения онкодиспансера. Подголовник специально, потому что у кого-то шея короткая, у кого-то шея длинная, изгиб шеи разный, поэтому подголовники выбираются индивидуально под больного. Индивидуально изготавливается маска, которая готовится индивидуально пациентам. И он у нас весь курс лечения проходит именно в этой маске. Фиксация идет жестко, и то есть погрешности в облучении там 0,3-0,2 миллиметра. Если раньше на гамма-терапевтических такой укладки не было, то в линейном ускорителе нам позволяют облучать именно локально маленькие образования. Заведующий отделением на пальцах объясняет принцип работы линейного ускорителя. Таких до последнего времени в областном онкодиспансере было два. Один только что демонтировали. Его заменит современный комплекс, способный проводить максимально прицельную лучевую терапию, даже 5-миллиметровых опухолей любого человеческого органа. Или, проще говоря, уничтожать больные клетки, при этом не затрагивая здоровые ткани. Новое оборудование поступит в Брянский диспансер в рамках национального проекта здравоохранения. В рамках этой программы только на 2019 год из федерального бюджета выделено почти 245 миллионов рублей на закупку оборудования. Вся эта сумма уже онкодиспансером проторгована. Мы получим такое дорогостоящее оборудование, как новый линейный ускоритель высокоэнергетический, стоимость его 170 миллионов рублей. Кроме этого, получаем из дорогостоящих, это регионно-терапевтический аппарат, который очень долго ждали, но не было возможности закупить, эндовидеоскопические стойки. Вообще, получаем 16 наименований различного современного оборудования. Оснащение диспансера таким оборудованием – настоящий рывок вперед, отмечают врачи. Рак тем и опасен, что до последнего не дает о себе знать. Лечение же наиболее эффективно на ранних стадиях. Поэтому на диагностику сегодня делается особый упор. Вот мы имеем надпись. Вот смотрите, расстояние порядка 7 сантиметров. Мы достаточно четко можем прочитать те буквы, которые обычным глазом мы не видим. Это вот то, что можно сравнить вот так. То есть, если мы уберем аппарат, мы просто не сможем это прочитать. Здесь достаточно приличное увеличение. Заведующий эндоскопическим отделением наглядно демонстрирует плюсы нового видеобронхоскопа. Он тоже куплен по нацпроекту за 4,5 миллиона рублей. Аппарат уникальный, предназначенный для обследования верхних дыхательных путей. Он видит не только мельчайшие опухоли от 2 миллиметров, но даже придраковые изменения клеток. Аппарат более тоненький, 5,6 миллиметра. То есть, мы проходим через нос, смотрим, и мы видим гораздо дальше и четче бронхиальное дерево. То есть, на предыдущем оборудовании, ну, это 2-3 сантиметра перед аппаратом и все. Здесь нет, здесь гораздо больше, гораздо. 7 и 10 сантиметров мы видим, и достаточно четко, и мы видим эти изменения. Мы видим структуру сосудистого рисунка, как он меняется. Насколько выражен процесс кровоснабжения самого патологического очага. Новое оборудование уже в работе и в патологоанатомическом отделении. Недавнее приобретение гистопроцессор – важнейший аппарат в лаборатории. Кусочек, взятый от человека, проходит в различных реактивах. Начинается формолиня, где проходит определенное количество часов. Дальше идет по другим реактивам, по спиртам, ксилолам. То есть это сложные реактивы, в которых также они должны находиться определенное количество времени, при определенной температуре. И тогда на выходе эти кусочки, исследования этих кусочков позволяют сделать хороший препарат и, соответственно, улучшить диагностику заболеваний. Особенно это важно в онкологии. Ведь от правильного диагноза зависит тактика и своевременность начатого лечения. Высокотехнологичное оборудование практически не требует участия врача. Тем самым исключаются ошибки, сокращаются сроки выполнения гистологических исследований. В ближайшие пять лет, на которые рассчитан проект «Борьба с онкозаболеваниями», продолжится модернизация онкологической службы региона. В ближайших планах – строительство нового корпуса онкодиспансера. Площадь, которая у нас есть, их недостаточно. Поэтому и обращались с такой просьбой, которая поддержана и губернатором, а вот на строительстве пристройки хирургического корпуса поликлиника в абсолютно приспособленных помещениях находится. Поликлиника рассчитана на 200 посещений, 200 посещений, а в день бывает до 500 посещений. Сами понимаете, что это старые здания, где по санитарным нормам не запланированы широких коридоров, ни холлов, ни санятия, кабинеты. Уже готова проектная документация. В новом здании разместится поликлиника, три хирургических отделения, шесть операционных, реанимация, диагностические кабинеты, лаборатория. Будет установлено новейшее тяжелое медицинское оборудование. Что вас беспокоит? На данный момент ничего. Это пришло... На контроль? Да, на контроль. На контроль, ясно. Значит, вам будут сейчас расписаны те направления, на те обследования, которые вам, как и спонсорному больному, показано пройти. Одно из новшеств в национальном проекте – создание сети центров амбулаторной онкологической помощи. За пять лет по всей стране будет организовано как минимум 400 таких учреждений. Первый в регионе онкоцентр уже работает на базе второй городской больницы. Центр онкологической помощи объединяет в себе это оказание амбулаторной помощи, то есть кабинеты амбулаторного приема врачей-онкологов и дневной стационар, на базе которого будут проходить и уже проходят пациенты, которым онкодиспансерам рекомендовано проведение химиотерапии. Другими словами, сделать первичное обследование, получить консультацию смежных специалистов и пройти лечение – теперь можно в ближайшие к дому поликлиники. Цель проекта – максимально приблизить помощь населению и, как в нашем случае, снизить показатели смертности среди трудоспособного населения. Для того, чтобы пациент был быстро и правильно маршрутизирован в процессе обследования в условиях нашего Центра амбулаторно-онкологической помощи, мы применяем направление зеленого цвета. Для таких пациентов создан так называемый зеленый коридор, чтобы это было не только на словах, а на деле, чтобы пациенту не нужно было объяснять, с какой целью он обратился для диагностической процедуры, для консультации к смежному специалисту, мы сами направления оформляем на листке зеленого цвета. За пять лет в Брянской области будет создано пять центров амбулаторно-онкологической помощи. В следующем году ЦАОП планируется открыть в Клинцах. Аналогичные центры онкопомощи заработают в Почепе, Навле, Жуковке. Заместитель губернатора Брянской области Галина Петушкова приняла участие в заседании правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации. Прошло оно под председательством зампреда правительства Виталия Мутко. К обсуждению важнейших вопросов межбюджетных отношений подключились также профильные российские министры. В конце минувшей недели глава региона Александр Богомаз жестко отреагировал на информацию о поборах в школах и детских садах. До ответственных чиновников в районах области распоряжение губернатора доводит заместитель главы региона Владимир Оборотов. С родителей ни копейки на окна, полы, краску и так далее. Жесткая позиция губернатора. Не просто жалобы, а крики о помощи приходят Александру Богомазу, когда многодетной матери предлагают сдать 2000 рублей на окна. Когда прекратятся поборы? Вопрос губернатора. Особенно, если есть бюджетное финансирование и социально ответственный бизнес. По 2000 собирают на окна. Группа 38 человек. Но два окна не стоят, во-первых, 80 тысяч. Я же понимаю, почему сегодня все заинтересованы в том, чтобы собрать деньги. Чтобы 50% из расходов, 50% потратить куда-то. Прекратить тянуть деньги из родителей. Эту задачу уже донесли до педагогических работников Брянска. Доходчиво в районы эту информацию доносит замгубернатора Владимир Оборотов на встрече с заместителями глав муниципалитетов по социальным вопросам. Не все муниципальные организации работают в правовом поле. И доказательством того есть обращение губернатора как в письменном виде, в виде жалоб, где пишут, объясните, пожалуйста, уважаемый Александр Васильевич, Владимир Николаевич, на что идут деньги, которые мы сдаем ежемесячно на нужды школы. Губернатор принципиально рассматривает буквально все обращения, особенно вот такие острые. И, естественно, заострил на этом внимание. И мы должны понимать это поручение, которое вполне обосновано. Владимир Оборотов вспомнил. Были 90-е, когда сфера образования действительно пребывала в упадке. И сборы были более чем оправданы. Это время, когда в бюджете денег не было ни на что. Ни на новые окна, ни на кровлю, ни на краску. Сегодня ситуация кардинально изменилась. Сейчас мы живем совершенно в другой России. Мы живем в совершенно другой Брянской области. За последние годы бюджет Брянской области вырос почти на 25 миллиардов рублей. 60% областного бюджета социально направлен. Я очень долго работаю в системе образования. И никогда не помню, даже времен советской власти, чтобы строилось 15 детских садов. Я в этом году, как куратор образования, должен вместе с департаментом строительства сдать к концу календарного года 15 детских садов. Не было такого никогда. Мы строим новые школы. В настоящий момент в старом аэропорту строится самая большая школа в области на 1225 мест. И тем не менее, добровольно принудительный сбор в школах и садах продолжается. Одна из последних жалоб Александру Богомазу о поборах была с пометкой «Школа новая». Владимир Оборотов поручил районным чиновникам создать рабочие группы и проехаться по школам и садам, посмотреть, какая помощь нужна. И если есть недочеты, исправить их к новому учебному году не за счет родителей, а бюджета или бизнеса. Вспомните, по итогам этого года более 3 миллиарда рублей вложено в ремонт кровель на территории Брянской области. Вы только вдумайтесь, более 3 миллиарда рублей, более 180 кровель мы сделали на территории Брянской области. Есть поручение губернатора, которое говорит о том, что эта программа будет продолжаться. И после этого, когда мы сделаем кровли, мы будем производить работы по замене окон. Может помочь школам руководитель предприятия или бизнесмен, неравнодушный к этому учебному заведению. Глава региона на прошлой неделе своим самым и руководителем профсоюзов напомнил примеры социально ответственного бизнеса. Ну понятно, что если кто-то желает, там ходят дети. Вот дети пошли там у моих детей, мы сделаем то-то, то-то. Ради бога, ремонтируйте. В минувшую пятницу глава региона подчеркнул, что если ему продолжат поступать жалобы на поборы в школах и садах, резко последуют кадровые решения. Владимир Оборотов дал жесткие наказы районным чиновникам. А также добавил, что задача учителя не собирать дань на нужды школы, а учить и воспитывать детей. Интернат Крикуны и псевдоблогеры успели перевернуть новость с ног на голову, исказив главный посыл главы региона. Передергивать слова губернатора не нужно. Со времен Российской империи в нашей стране сильны традиции меценатства. В советское время уже иная форма. Шефство над социальными учреждениями. В современной России социально ответственный бизнес. Важно, областная власть на плечи предпринимателей ничего не перекладывает. В регионе работают беспрецедентные меры соцподдержки и свои обязательства. Областные власти исполняют полностью. Здесь речь скорее о том, что важно каждому задуматься. А какой след я оставлю после себя? Защита от дольщиков, новые правила и законы. В регионах создаются фонды защиты участников долевого строительства. Брянская область в числе первых оперативно включилась в процесс создания регионального фонда. Какую поддержку обманутым гражданам окажут фонды и как реформа долевого строительства снизит риски для покупателей жилья в новостройках, расскажет наш корреспондент Екатерина Зойдина. От долевого участия к проектному финансированию. В 2018-2019 годах федеральный закон о долевом участии в строительстве значительно изменился. Цель реформ – снизить риски покупателей жилья в новостройках. Все средства дольщиков теперь будут поступать не в строительную фирму, а в банк. Фактически договор долевого участия станет трехсторонним. Застройщик, дольщик, банк. Все средства на покупку квартиры в новостройке будут перечисляться на так называемый специализированный эскроу-счет. Строить дома компания будет за счет банковских средств проектного финансирования. Застройщик сможет получить деньги только после окончания строительства. Таким образом, государство намерено решить проблему обманутых дольщиков. Это гарантия того, что денежные средства, которые гражданин будет использовать для приобретения жилого помещения, и который заключит соответствующее соглашение с банком и застройщиком, позволит гражданину быть спокойным за то, что данные денежные средства используются исключительно в целях строительства. Закон дает гарантии и в том случае, когда застройщик не выполнил свои обязательства. В этой ситуации деньги возвращаются гражданам. Ужесточились и требования к застройщикам. Чтобы получить разрешение на строительство, на банковском счете компании должно быть не менее 10% средств от планируемой застройки. Опыт строительства более трех лет и отсутствие долгов по кредитам. Граждане должны научиться доверять новой системе. Новой системе расчетов. Новой системе приобретения жилья. Скорее всего, это единственный вариант, который полностью исключит в дальнейшем риски в данной сфере строительства. Для защиты прав участников долевого строительства в регионах создаются специальные фонды. Их задача – достройка проблемных объектов. Брянская область в числе первых включилась в систему и вошла в число 12 регионов, в которых будут созданы фонды защиты прав дольщиков. 1 ноября вопрос организации его работы будет рассмотрен на внеочередном заседании областной думы. Взаимодействие правительства Брянской области, взаимодействие губернатора Брянской области Александра Васильевича Богомаза с правительством Российской Федерации, с министерством строительства, с фондом восстановления прав дольщиков, которые доверяют тому, что в нашем регионе все нововведения, которые вносятся в федеральное законодательство, не тормозятся, а используются очень актуально. Между Федеральным фондом восстановления прав дольщиков и региональным фондом есть предварительные согласования на достройку многоквартирных домов в Брянской области. Первый дом, строительство которого завершится с поддержкой фондов в Бежицком районе по улице Бурово. На очереди завершение строительства других многоквартирных домов. Оперативная работа регионального правительства по созданию фонда защиты прав граждан, участников долевого строительства, вывела Брянскую область в число лидеров по стране, где проблема обманутых дольщиков решается в первую очередь. 1 ноября вопрос об организации работы регионального фонда защиты прав дольщиков рассмотрели на внеочередном заседании Брянской областной думы. Какие вопросы еще попали в повестку заседания и какие кадровые решения были приняты, расскажем в нашем следующем репортаже. Создание фонда защиты прав граждан, участников долевого строительства – первый вопрос повестки дня. Парламентариям предстоит принять важные решения для людей, оказавшихся жертвами застройщиков, не выполнивших свои обязательства. Для того, чтобы включили сегодня фонд, нужно мы одновременно пробежать в Москве все министерства и вежды. Наши ключи в числе пилотного проекта в Брянскую область. Но для того, чтобы он заработал, нам нужно создать фонд. Это законно говорит. Наш регион вошел в число первых 12 областей России, где создаются подобные организации. Главная задача фонда – защитить права обманутых дольщиков. Механизм предполагает два варианта решения проблемы – компенсация гражданам их затрат на приобретение жилья, либо достройка объектов. В случае, если речь идет о компенсации, федеральный фонд сам выплачивает деньги гражданам, не привлекая региональный фонд. В случае, если принимается решение о достройке, на региональном уровне должен быть создан региональный фонд, через который будет осуществляться финансирование о достройке проблемного объекта. Правительством Брянской области в федеральный фонд была направлена заявка о достройке объекта. В числе первых – дом по улице Бурово в Бежицком районе. Застройщик – Техномикс. Там 123 обманутых дольщика, и сегодня введен конкурсный управляющий. Эти вопросы будут скоро закрыты. На территории области это очень важно, потому что у нас есть обманутые дольщики, и годами этот вопрос не решался. Процентном соотношении этот фонд будет формироваться из федерального бюджета 92% и 8% с областного бюджета. Депутаты большинством проголосовали за создание фонда. Дальше – кадровые вопросы. Парламентарии избрали заместителя председателя законодательного собрания. Им стал Владимир Пронин. Александр Башлаков избран заместителем председателя комитета по промышленности, строительству, предпринимательству и собственности Брянской областной думы 7-го созыва. Также глава региона представил своего нового заместителя Сергея Тимошенко, который будет курировать строительную отрасль. Не переключайтесь, мы продолжим после короткой рекламы. На этой неделе был уволен руководитель Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. Отставка Алексея Щеглова обрастает слухами и версиями. Место у начальника Россельхознадзора было насиженное. Много лет он контролировал продукцию брянских аграриев, а также качество импорта-экспорта сельхозпродуктов. Говорят, что помог выйти из зоны комфорта Щеглову губернатор Брянской области Александр Богомас. Уж очень много жалоб было от сельхозпроизводителей. Фермеры страдали от бюрократических проволочек, тратили не только время, но и деньги. Несчетное число проверок нужно было пройти для получения фитосанитарного заключения. Список включал 9 пунктов. Для сравнения, у Орловского и Курского Россельхознадзора всего 4 пункта. А если у нас вся экспертиза в сумме обходилась почти в 3000 рублей, то в соседнем регионе всего 800. Подозрительных фактов много. Щеглов, как представитель контролирующей организации, сам же и проверял предприятие, которое принадлежало ему. Это вопрос, но мы докопаемся до истины. Сейчас мы ждем комментарии по этому делу. В ближайших выпусках событий расскажем подробности. Ярмарки выходного дня продлят в Брянске до 7 декабря. Об этом стало известно на заседании правительства Брянской области. Натуральные фермерские продукты – помидоры, лук, морковь или картофель, мед и многое другое можно найти на ярмарках выходного дня. Работают они с середины августа. К функционирующим 47 рынкам и постоянно действующим ярмаркам во всех районах области организовано дополнительно 89 торговых площадок на 2032 места. В том числе в городе Брянске определена дополнительно 21 торговая площадка на 235 места. В Брянске ярмарки выходного дня проходят по субботам на 4 площадках в каждом районе города. Важно создать условия, чтобы фермеру было комфортно торговать и санитарные нормы соблюдались. Это и контейнеры для мусора, и биотуалеты, и рукомойники, и возможность подключить холодильники. В Советском районе по улице Авиационной, например, были проблемы с парковкой. И тот же мешок с картошкой приходилось метров 20 отнести до машины. На будущий год этот вопрос решили. Мы уже заранее подумали, чтобы улучшить этот вопрос. Мы уже на той неделе выбрали место с Александром Николаевичем Макаровым в районе Едакимова 3. Там за сварительную площадку, то есть возможно подъехать к товару, закупить, загрузить, чтобы не носить. И можно поприсеть товар. Не исключено, что в следующем году дополнительная площадка появится по улице Спартаковской. Отметили на встрече. Благодаря ярмаркам выходного дня брянцы получили не только продукцию, качественную и натуральную, но и приятную по цене. В сентябре отмечалось сезонное снижение цен на картофель на 17,8%, в морковь на 25,5%, свекла 10,1%, лук репчатый на 24,8%, капуста на 8,4%. По состоянию на 21 октября средняя потребительская цена на картофель по Брянской области составила 14,82 рублей за килограмм. Это дешевле, чем в других регионах. Например, в Туле средняя цена картофеля 15,30 рубля, в Калуге 15,34 рубля, в Смоленске еще на рубль больше 16,34 рубля, а в Курской области все 18,50 рубля за кило. Учитывая погодные условия и личное желание продавцов фермерской продукции, ярмарки выходного дня решили продлить до 7 декабря. А вице-губернатор Александр Резунов предложил районам поощрить лучших сельхозтоваропроизводителей, представленных на ярмарках. Проделана большая работа. Вы сегодня слышали цифры, сколько реализовано картофеля для населения города Брянска. В районах также проведены эти работы. Поэтому как в городской администрации, так и в районах нужно сделать оценку проделанной работы. И поблагодарить работу рынков и тех, кто принимал участие, какую-то меру благодарности, поощрения определить. В Брянской областной думе прошло расширенное заседание движения «Юнармия». На повестке дня назначение нового начальника штаба, а также награждение победителей военно-патриотической игры «Кроссвоина». Движение «Юнармия» продолжает активную работу в регионе. Брянский штаб заключил соглашение о сотрудничестве с областной думой. Также отделение получит нового руководителя. На пост начальника штаба выдвинут Сергей Васютичев, ранее занимавший позицию первого заместителя. Рекомендую на сегодняшнем заседании поддержать данную кандидатуру и выдвинуть ее на ближайший слет, который состоится в декабре месяце, для утверждения. Бывший руководитель штаба Александр Постоялко возглавит совет Брянского отделения. На сегодняшний день региональный отряд «Юнармии» насчитывает почти 14 тысяч человек. Председатель попечительского совета Владимир Попков отметил, в этом году брянский штаб имеет все шансы стать лучшим в России. В Володарском районе уже открыт первый дом «Юнармии» в планах создания второго. Огромное спасибо руководству ДОСАВ, которые пошли навстречу и передали морскую школу ДОСАВ, правда она в таком тяжелом состоянии, но я думаю мы найдем возможность отремонтировать, чтобы это был действительно дом, сколько там, 3,5 тысячи? Так точно. 3,5 тысячи квадратных метров. Брянские юнармейцы продолжают завоевывать награды. Руководители движения поздравили победителей третьей военно-патриотической игры «Кроссвоина». В категории 12-14 лет лучшей стала команда «Бык». Среди ребят в возрасте от 15 до 18 победил отряд имени Олега Ермакова. Брянская область в третий раз участвует в большом этнографическом диктанте. Всероссийская акция приурочена ко дню народного единства. В диктанте жители Брянщины ждали 30 вопросов, часть из которых на тему родного региона. В каком из национальных языков больше 60 букв? Когда проходила последняя перепись населения? Этнографический диктант включает в себя 30 вопросов на тему культуры и традиций народов России. Акция проводится уже третий год подряд и каждый раз привлекает все больше участников. «Сказали на работе, но решила поучаствовать. Интересно проверить свои знания, потому что училась на историческом факультете». «Я уже не в молодом возрасте, но мне очень интересно проверить свою память. Все-таки может быть что-то узнать новое». «Действительно что-то может быть новое, какое-то открытие. Именно в вопросах. То есть то, чего не знаешь, и то, что захочется уточнить. И полистать книгу, сходить в библиотеку». Финальные 10 вопросов теста посвящены Брянской области. Проверить свои знания решили и первые лица региона. В своем приветствии заместитель губернатора Александр Коробко отметил, с каждым годом география диктанта только расширяется. «53 площадки у нас по всей территории Брянской области. Огромное спасибо вам и всем тем, кто сегодня пройдет это небольшое испытание, которое ни к чему еще раз говорю не обязывает. Там не бывает двойки, тройки, пятерки, десятки». Впервые площадкой для диктанта выступил Брянский краеведческий музей. Экзамен начался с лекции от одного из известнейших брянских этнографов – Владимира Алексеева. Ученый уверен, подобные акции поддерживают дружеские отношения среди наций. «Как организатор я просматривал. Я бы сказал, что вопросы довольно сложные. Эта тема всегда нужна. Нужно знать, как живут другие народы. Россия – многонациональная сторона». В этом году тестирование пройдет в университетах и техникумах, библиотеках, домах культур и музеях. Впервые диктант напишут в одной из областных воинских частей. «Интерес к культуре, к своему наследию, он растет. И я надеюсь, что у нас, если не миллион двести всего населения Брянской области, то, по крайней мере, добрая половина будет принимать участие в таких акциях». Богато прошедшая неделя и на праздничные события. Губернатор Александр Богомаз в четвертый раз стал дедушкой. У главы региона родился внук. В семье уже подрастают два внука и внучка. Телеканал «Брянская губерния» от всей души поздравляет Александра Богомаза и его семью с рождением внука. Юбилейная дата от культуры. Брянская областная научная универсальная библиотека отметила 75 лет со дня образования. От главных хранителей фондов до младших научных сотрудников они трудятся на благо Брянской областной научной универсальной библиотеки. В этом году один из главных исторических монументов города, самое объемное книжное хранилище области, празднует 75-летие. Областная библиотека – это сердце культурной жизни нашей Брянской области. Это действительно так, потому что 75 лет она несет культуру духовно-нравственную, патриотическое воспитание, экологическое воспитание нашим жителям и горожанам. В «Фрустальном зале» все те, кто хранит и развивает книжную культуру области. С круглой даты поздравить коллег приехали и работники библиотек из соседних регионов. Почетный гость – директор Российской государственной библиотеки. Кстати, 60 лет назад на открытии здания в сквере Карла Маркса представители «Ленинки» тоже были. Одна из самых молодых библиотек, из областных библиотек в нашей стране. Это замечательно. Очень активная библиотека, замечательный директор. Мы очень любим коллектив этой библиотеки. Мы обмениваемся опытом, и нам есть чему поучиться у наших брянских коллег. Мы сотрудничаем в рамках Российской библиотечной ассоциации. У нас несколько общих секций. До открытия нового здания библиотеки, 15 лет она располагалась в помещении бывшего краеведческого музея и занимала там две небольшие комнаты. Можно только удивляться и восхищаться самоотверженности и стойкости тех первых сотрудников библиотеки, которые стояли у стоков становления работы в те нелегкие годы, смогли выстоять, наладить и передать своим последователям. Ко времени переезда в это здание библиотека уже была самым крупным информационным центром области. В светлых помещениях, но с необходимым режимом хранения, тут более двух миллионов библиотечных единиц. Они словно элементы калейдоскопа. Редкие и ценные издания, сборники стихов по размеру в несколько раз меньше спичечного коробка. Книги с автографами – все то, чем гордится библиотека сегодня. Самой старой книгой в фонде на сегодняшний день является комедия Александра Сумарокова «Ядовитый» 1768 года издания. К сожалению, она не сохранила свой первоначальный переплет. Это уже, скажем так, переплетчики не знаю каких годов его в такую картонную обложку облекли. Но все-таки эта книга самая старая и поэтому одна из самых ценных. А еще те самые первые издания, которые стали фундаментом книжной коллекции. И даже книга под первым инвентарным номером. 75 лет прошло, эти книги пережили очень много. Они кочевали из отдела в отдел, меняли место жительства вместе с библиотекой из здания в здание. Они пережили капитальный ремонт. В начале 2000-х, когда все фонды, буквально все из библиотеки вывозились, хранились в разных местах города и Брянского района и вернулись обратно. Каждый год в здание библиотеки приходят более 250 тысяч человек. Она не раз была удостоена высоких наград, как и те, кто сегодня получил памятные дипломы и благодарственные письма. Мне очень приятно, что коллектив стабильный, постоянный, что он работает творчески, высокопрофессиональный. И сегодня можно увидеть, сколько поздравлений мы получили, какое количество гостей к нам пришло на наш праздник. Я очень признательна. 154 года исполнилось Институту судебных приставов. Этой дате была посвящена торжественная встреча в областном правительстве. Благодарственные письма вручили ветеранам ведомства и лучшим работникам. Молодые судебные приставы приняли присягу. Вот уже более 150 лет свой профессиональный праздник в первый день ноября отмечают судебные приставы. Все те, кто защищают права граждан, исполняют решения суда, ищут неплательщиков, а еще контролируют алиментные выплаты. Спектр их работы большой и ответственный. Несмотря на это, структура динамично развивается. Изменилось очень много и отношения к работе, и результаты, и авторитет. Много хороших ребят, которые уже прослужили более 20 лет, и которые только пришли, с большим старанием прислушиваются к ветеранам и стараются не подвести. В парадной форме и с волнением в глазах в торжественный день в зале областного правительства благодарственные письма и почетные награды вручили отличившимся сотрудникам и победителям конкурсов. Я был победителем первого этапа конкурсов, в связи с чем меня отправили на второй этап. Второй этап проходил в городе Твери. Проходил конкурс в виде тестирования, решения практических задач. Решил тесты, решил задачи и решили, что я лучший. Третий этап прошел, к сожалению, призового места я не занял. Но все-таки 8 человек со всей России, и быть лучшим там уже гораздо тяжелее. О работе регионального отделения говорят и цифры. За 9 месяцев возбуждено более 330 тысяч исполнительных производств. Судебный институт тесно сотрудничает со службами МЧС, таможней, а также с муниципальными органами власти. Отравлю, что большей частью вы справляетесь с возложенной на вас высокой миссией. Восстанавливайте социальную справедливость, пополняйте федеральный и региональный бюджет. Еще раз поздравляю вас с профессиональным праздником. Уверен, что вы продолжите выполнять свои задачи на высоком уровне. Благодаря вашей работе повышается результативность работы судебных органов, поддерживается авторитет правосудия, укрепляется законность и правопорядок в обществе. Вы не только пополняете бюджет страны и регионов, но и укрепляете веру людей в справедливость закона, тем самым повышая доверие граждан в государстве. Важное событие и для тех, кто только начинает свой профессиональный путь. Молодые судебные приставы дали клятву государству. Торжественно клянусь, беспрекословно соблюдать Конституцию Российской Федерации, законы и международные обязательства Российской Федерации, настойчиво и честно защищать права граждан, интересы общества и государства. Слова торжественной клятвы по своей сути – это годы с поведением. Произнося их, вы признаете высокую ответственность и значимость своей работы. Готовность действовать в сложных обстоятельствах и реагировать на вызовы времени. Наплечными знаками отметили тех, кто достойно идет вверх по карьерной лестнице и честно служит стране. Главным праздничным подарком стал традиционный гимн службы судебных приставов. 1 ноября 2019 года Брянской областной больнице номер один исполнилось 75 лет. Сегодня медучреждение крупнейшее в Брянской области. 25 корпусов, более 1600 специалистов. Современное оборудование. В губернаторском дворце врачи и медработники принимали поздравления. Областная больница основана в 1944-м. В тяжелые военные годы в помещениях, которые не были приспособлены для работы, врачи-фронтовики вместе со вчерашними студентами-медиками оказывали помощь раненым. В 50-е здесь трудился всемирно известный академик Николай Михайлович Амосов. В наши дни Брянская областная больница номер один – практически мини-город. 25 зданий, лечебные корпуса, региональный сосудистый центр, роддом, отделение гемодиализов, вспомогательные подразделения. Современные методы диагностики – почти 1700 сотрудников. Среди них 20 заслуженных врачей и 7 кандидатов медицинских наук. В прошлом году больница обновила оборудование. Хочу высказать вам искренне безнательности за простого выполнения своей жестокой и благодатной миссии – спасения человеческой жизни и неустанную свободу от здоровья людей Брянщины. Мария Кожурина в Брянской областной больнице проработала медсестрой 50 лет. Говорит, помогать людям осознанно решила еще в молодости, поэтому сомнений и страхов не было. Чужое горе, чужую беду мы все воспринимали как свою и старались оказывать помощь так, как хотелось бы ее, чтобы показали нам. Вначале работа была очень сложная, ничего одноразового не было, все приходилось кипятить, стерилизовать, стирать салфетки и передавать их потом в гнойную перевязочную. А сейчас работать, конечно, прекрасно. Все одноразовое, все уже на высшем и высшем уровне. Врачом-нефрологом в областной больнице уже более 10 лет работает Александра Изосимова. Девушка приехала из Якутии, почти сразу устроилась по специальности. Областная больница для меня все, пусть из 75 лет небольшой отрезок я с ней, но надеюсь, что довольно плодотворный. Коллектив у нас очень дружный, очень слаженный, мы занимаемся достаточно сложным делом и если мы не будем помогать друг другу, наверное, у нас мало что получится. Коллектив больницы, а это почти 1700 человек, принимает поздравления от руководителей области, чиновников и депутатов. Те люди, которые сейчас находятся в этом зале, это зеркало наше здравоохранение, в которых можно положиться. И действительно, вот эта полутерпичная больница со всеми специалистами, которые сейчас трудно сказать, что они не могут делать. Для меня это тоже очень знаменательный день, потому что в нашей с вами больнице я провел всю свою сознательную трудовую жизнь, более 25 лет. Для меня это и волнительно, потому что, как сказать, здесь прошли самые лучшие годы. Ветеранов здравоохранения поздравили студенты медицинского колледжа имени Амосова, а лучшим работникам больницы вручили почетные грамоты и цветы. 4 ноября вся страна отметит День народного единства. Праздник молодой, но уже полюбившийся к каждому. Широко и ярко его отпразднуют и на Брянщине. Центром торжеств станет Славянская площадь на набережной и областная филармония. Концерты, флешмобы и тематические выставки пройдут в каждом районе Брянщины. Пройдут в этот день торжественные службы во всех православных храмах. Верующие отметят праздник Казанской иконы Божьей Матери. Все детали праздника смотрите в эфире Брянской губернии в понедельник. Спасибо, что были с нами. До встречи в телевизионном эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова